Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости Анапа-регион. Я Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Вся продукция качественно соответствует всем, грубо говоря, мировым стандартам. Инфотур по товарам местного производителя. В Анапе десяткам предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности помогли найти новые рынки сбыта. У нас нет достаточно информации из России, но мы приехали. В Россию за педагогическим опытом в Анапе стартовала международная конференция по вопросам дошкольного образования. Очень рекомендую перед просмотром посмотреть первую часть, потому что вторая просто бомба. Из радиослушателей в кинозрители. «Европа плюс Анапа» для своих друзей организовала бесплатный предпримерный показ голливудского фильма. В ярмарке «Инфотур» необходимо искать новую площадку. Она уже с трудом вмещает желающих принять в ней участие. Об этом глава города заявил в беседе с журналистами. В сегодняшнем мероприятии приняли участие порядка 60 производителей продуктов питания. К ним напрямую вышли руководители отелей и санаториев. Кубанские продукты уже своеобразная достопримечательность. Теперь их должно быть больше на столах у отдыхающих. Вот видите, Анапа. Это все для курортника. То есть приехал, он понимает, что он везет. Да, о чем мы говорим. Конфеты «Анапа» – одноименный пряничный пароход. Предприниматели готовы подстраиваться под потребителя, а рынок города-курорта считают привлекательным. Предприятия переработки заинтересованы в заключении долгосрочных договоров. Сегодня предприятия готовы подстраиваться под потребителя непосредственно. И готовы сегодня выслушать предложения от санатора курортного комплекса, от предприятий торговли. Что надо сделать, какую еще линейку обновить. Это ярмарка для профессионалов. Сегмент «Бизнес для бизнеса». Порядка 60 предприятий со всего Краснодарского края представили около 1300 изделий, более трети ассортимента производимого в регионе. Глава города-курорта Юрий Поляков целенаправленно искал то, что может дополнить рацион отдыхающих уже в этом сезоне. Если идет штучный сегмент, вот такие порционные, где кормят порционно, да, то есть штучный вариант. Кир и йогурт, вот так, да. Компании более 10 лет. После введения продуктовых санкций она резко нарастила производство сыров с белой и голубой плесенью. Грибочки и капусточка. Сейчас холод поднесет. У нас пельменьки будут свинина и зелень, плюс еще будет креветочка. Пельмени по традиционным китайским рецептам. Их делают в станице Благовещенская. Предприятию нет и года. Рядом восточные сладости в оригинальной упаковке. Новое производство находится в джигинке. Мясные полуфабрикаты по домашнему рецепту. Натуральные котлеты из говядины стоят, как хорошая вырезка. Однако такой вариант снижает затраты на мясной цех. Аналогично с овощами. Их стоимость в таком виде не более 50 рублей за килограмм. А порезанный и упакованный в вакуум лук значительно сократит объем слез. Удивительно, просто удивительно, что не возьми свекла. В станице Ленинградской пошли дальше. За считанные минуты из таких вот полуфабрикатов можно соорудить как минимум винегрет. Производители надеются, что в Анапе появится представитель, чтобы можно было оперативно координировать поставки в зависимости от потребностей. По данным краевого минсельхоза, в минувшем году кубанские производители продуктов питания вложили порядка 11 миллиардов рублей в техническое перевооружение. Их продукцию ждут, а такие ярмарки помогают налаживать связи, минуя лишних посредников. Вся продукция качественно соответствует всем, грубо говоря, мировым стандартам. Нужно ее просто заключать договора, брать и реализовывать. Но если мы говорим о том, что в курортный сезон в 2017 году 3 миллиона, а в 800, ну грубо говоря, 4 миллиона отдыхающих. Вы послушайте, они же все, когда едут откуда-то, для них Кубань – это житница России. Кубань – житница России, они считают, что у нас лучшие продукты. На самом деле так и есть. Они хотят попробовать именно эти продукты, наши кубанские. Директор пансионата «Кристалл» Александр Дмитров осматривает выставку в сопровождении заместителя, который курирует питание отдыхающих. Мы непосредственно уже сразу берем телефоны, прайсы, и я думаю, может, завтра заключим договора, и все, чтобы летом уже работать напрямую со своим производителем. Здесь же Анатолий Федоров, генеральный директор санатория «Парус», пока он говорит о четырех или пяти соглашениях о намерениях, которые с большой вероятностью могут стать договорами о прямых поставках. Я, думаю, выражу общее мнение участников ярмарки, и огромное спасибо сказать губернатору Вениамину Ивановичу Кондратьеву, а также главе муниципального образования города-курорта Анапа Полякову Юрию Федоровичу за прекрасно организованную ярмарку. Это очень полезно. Я думаю, аналогичные выставки и ярмарки еще будут. По словам главы города, главная задача к следующей выставке – найти помещение большей площади, потому что участников может и должно быть не 60, а значительно больше. В Анапе стартовала третья международная научно-практическая конференция «Современные ценности дошкольного детства, мировой и отечественный опыт». Ведущие специалисты дошкольного образования России, ближнего и дальнего зарубежья собрались на курорте, чтобы обсудить перспективы развития отрасли и поделиться опытом. В зале Центра культуры Родина – педагоги дошкольных учреждений, представители муниципальных и региональных органов управления образования, студенты профильных учебных заведений, а также ведущие ученые и специалисты России и зарубежья. Всего в научно-практической конференции приняли участие 250 гостей. На Кубани определены следующие приоритеты в этой сфере. Во-первых, до программной цели был подход к развитию самой сети детских садов, создание и восстановление новых мест. Во-вторых, развитие альтернативных форм школьного образования, таких как семейное воспитание, подготовленное обыкновение, в центре времяпрепровождение. В-третьих, реализация федерального государственного образовательного спектакля дошкольного образования. В-четвертых, социальная поддержка педагогов. За последние пять лет специалистами отрасли накоплен колоссальный опыт. Основываясь на базовых правилах, которые были заложены еще в середине прошлого века, педагоги внедряют новые образовательные приемы. Они рассчитаны уже на современную молодежь. Мне кажется, нам есть чем и порадовать, и похвастаться. С одной стороны, у нас достаточно серьезные методические наработки, я не побоюсь этого слова, научные методические наработки, которые развивают дошкольное образование и вглубь, и в рамках вариативности, то есть расширяют, что называется, горизонты. Во-вторых, мы можем представить совершенно новые инновационные программы, которые разработаны за последний год-полтора-два, и которых, конечно, у наших зарубежных партнеров пока нет. В конференции принимают участие и иностранные гости. Специалисты дошкольного образования из Чешской республики уже не первый год приезжают в Россию по обмену профессиональным опытом. Нас интересует, как организовано дошкольное образование в иных краинах, извините, мой русский язык, как это в Российской Федерации, потому что у нас нет достаточно информации из России, но мы приехали и хотим здесь сделать дискуссии с нашими коллегами из детских садов и вузов и так дальше. К нам на университете ездят студенты из России, наши студенты ездят в Россию, но мы были еще в Краснодаре, и там мы думаем, что подпишем новый договор с университетом в Краснодаре, и наше сотрудничество будет продолжаться. Конференция продлится три дня. За это время участники обсудят проблемы дошкольного образования, рассмотрят вопросы подготовки педагогических и управленческих кадров, организацию инклюзивного образования и формирование безбарьерной среды в дошкольных учреждениях. Руслан Душевский, Анапа. Регион. Опыт работы российского движения школьников в городе-курорте положительно оценили на краевом уровне. Подростки снимают видеоролики, ставят спектакли. У каждого есть шанс получить поддержку на краевом или федеральном уровне. Главная задача сделать так, чтобы максимально расширить потенциал школы как полноценного досугового центра. Вы лишаете себя стольких радостей? Почему радоваться? Почему радоваться? Я вас спрашиваю. Я десятки тысяч лет слушаю робких и шокотных людей про их наивные радости. Спектакль молодежного социального театра «Многоточие». В доме, где живет радость, поочередно селится ненависть, ложь, равнодушие, лень, страх. Но в итоге все они покидают его после того, как приходит разум. Премьера была в день выборов президента. Сегодня показывают по случаю приезда Екатерины Вовк, координатора российского движения школьников в Краснодарском крае. Это медиа-центр. Ребята сами делают видеоролики про школьную жизнь, размещают в социальных сетях. Здесь же рамки с акцией «Голосовач», которая прошла в день выборов. Это далеко не все направления работы. В коридоре контейнер для отработанных батареек. Он не пустует. Каждый может найти себе конструктивное увлечение по интересам. Данила Романов часто пишет для школьной стен газеты, а часто сам становится героем публикаций. Он лидер движения в школе номер 6. Его выбрали около года назад. Выдвинулся из-за желания проявить лидерские качества. Теперь он и четыре его заместителя по направлениям «Мозговой центр» организуют познавательные, социальные и развлекательные мероприятия. Чтобы детям, которые учились здесь, было интересно заниматься в школе в неучебное время, можно так сказать. Мы продвинули шестую школу на общероссийский уровень. Выражается, во-первых, в конкурсах, которые мы подаем также. Мы очень часто участвуем и также даем проекты свои, кидаем свои заявки на Россию. И нам приходят ответы. Словам Данила Романова, чтобы быть лучшими на общероссийском уровне, еще предстоит потрудиться. Российское движение школьников возникло около года назад. Его отделение есть в 55 школах Краснодарского края, в Анапе, в 6 и 3. Впечатление очень положительное. Мне очень приятно, что ко мне вышли и встретили меня именно ребята, школьники. И самое главное, что у них горят глаза, я это вижу. С ними приятно общаться. Я понимаю, что у них есть крутые идеи, крутые проекты, которые в дальнейшем будут иметь поддержку. По словам Екатерины Вовк, дальше движение будет расширяться по мере поступления инициатив от самих школьников. Александр Ребека, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. Курортный сезон 2018 обещает быть ярким. В Анапе продолжается монтаж вечерней иллюминации. Украсить улицы декоративным освещением – поручение главы города Юрия Полякова. По его мнению, на курорте каждый день должна царить атмосфера праздника. Уже полностью преобразилась улица Шевченко. Здесь на опорах освещения установили более 40 диодных мозаичных рисунков. Изменилась и въездная стела в районе санатория «Россиянка». Устаревшую конструкцию заменили и дополнили новыми световыми элементами. Теперь разноцветный фонтан бьет ключом и украшает главную въездную группу города. И это только начало работы по изменению облика Анапы. В планах еще у нас осветить улицу Объездную и Парково на съездах. Сейчас ведутся монтажные работы. Сбор этих конструкций в ближайшее время будет у них установлено. По-новому засветилась и главная курортная магистраль – Пионерский проспект. На столбах вдоль дороги устанавливают пятиметровые светодиодные ленты. Каждый имеет по 300 светодиодов. Конструкция меняет цветовую палитру в зависимости от настройки. В яркие цвета Пионерский проспект уже раскрашен от речки Анапка до санатория Анап-Лазурная. Работы продолжаются. По замыслу коммунальщиков, такой красочный наряд оденут все 11 километров главной курортной улицы. Настоящий космос вкуса. Известная анапская кондитерская скоро исполнится четверть века. Здесь тщательно соблюдают еще советские стандарты. Только натуральные продукты. Все готовится и распродается в один день. На предприятии рассчитывают увеличить число партнеров в санаторно-курортной сфере. Особенно с учетом постепенного внедрения стандарта все включено. Рецепт Наполеона свой у каждой хозяйки. Пекут как для себя. Поэтому домашние рецепты оказываются на производстве. Сегодня в кондитерской космос могут приготовить сразу несколько вариантов популярного торта. Заведение работает с 1994 года. Тогда еще было сильное влияние советских стандартов, которые требуют использовать только натуральные продукты. Со временем на предприятии решили, что это будет их своеобразной фишкой. Ничего не меняем по ГОСТам Советского Союза, можно и так сказать. Не делаем никакие разнообразные ТО, которые позволяют заменять натуральные продукты на какие-то пищевые добавки. Это связано с тем, что мы хотим производить именно натуральные продукты. И никаких других заменителей использовать не хотим. Из этого следуют остальные детали. Делают только то, что пользуется спросом. Пирожные с заварным и творожным кремом, домашнее печенье, классические десерты, рыжик, полюбившийся многим постоянным покупателям, сметанник. Всегда славилась кондитерская космос, свежайший сдобой, хачапури, который тает во рту, самса, пирожки со всевозможными начинками. А также огромный ассортимент тортов. Шоколадные, бисквитные, творожные, йогуртовые, ореховые и даже блинные. Все должно гарантированно расходиться за день. Это все сделано утром. Рано утром. Начинается работа там в 5 часов утра. Ну, грубо говоря, начинается выпекаться, все подготавливается. И все продается до вечера. Продукцию продают в собственных магазинах, поставляют на заказ в сторонние торговые точки. На ярмарке «Инфотур» компания рассчитывает найти единомышленников, сторонников натуральных продуктов на столах. Приглашаем в сотрудничество пансионаты, гостевые дома, гостиницы, всех, кто имеет шведские столы. На них есть специальное меню. Есть мини-пирожки, те же «Наполеоны», другие кондитерские изделия, которые изготовят и доставят прямо к столу. Телефон для заказов в Анапе. 507-64. Никита Бойко, Александр Ребеко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Фантастический подарок от Европы плюс Анапа. Слушателям и партнерам нашей радиостанции представилась возможность увидеть первыми на день раньше всероссийского проката фильм-блокбастер «Тихоокеанский рубеж-2». Предпримерные показы самых ожидаемых фильмов в киноцентре «Монитор» наша телерадиокомпания проводит регулярно. Акция проходила при поддержке радио «Европа плюс», который уже 12 лет является нашим сетевым партнером и удерживает звание «Радио номер один» как по российским рейтингам, так и по мнению анапчан. «Европа плюс» слушаем постоянно уже на протяжении долгих лет и «Европа плюс» радует всегда новыми хитами. Мне нравится музыка «Европа плюс», потому что она очень энергичная, очень современная. Я люблю там многие хиты, сразу становлюсь энергично, мне все хочется делать. Заветные пригласительные билеты получили радиослушатели, принявшие участие в розыгрыше в прямом эфире программы «Анап онлайн», а также партнеры нашей телерадиокомпании. Фантастическая фотосессия и сувениры – все это также для наших гостей, которые уже предвкушали просмотр захватывающего фильма. Первый фильм «Техиокеанский рубеж», вышедший несколько лет назад, снял один из моих любимых режиссеров Гильермо Дель Торо, который недавно получил «Оскар» за форму воды. И поэтому интересно, что же снимут последователи, потому что вторую часть снимал уже не он, остался в виде продюсера, поэтому вот есть некая интрига, вот сегодня она будет развенчана. И фильм не разочаровал. Гости, не скрывая эмоций, делились впечатлениями. Для тех, кто не смотрел первый фильм, наверное, что-то будет непонятно. Очень рекомендую перед просмотром посмотреть первую часть, потому что вторая просто бомба. Впечатления отличные, фильм, как всегда, порадовал своими спецэффектами, буря эмоций, переживаний. В планах и дальше проводить подобные мероприятия, радовать друзей «Европа плюс Анапа» просмотрами самых ожидаемых фильмов и подарками. В Центральной библиотеке прошел детский концерт «Весенний калейдоскоп». Яркий праздник был подготовлен в рамках литературно-музыкального абонемента. Юночитатели и их родители отправились в путешествие по волнам музыки вместе с героями известных книг. «Весенний калейдоскоп» раскрыл все многообразие и свежесть цветущего времени года. Зрители услышали произведения мировых классиков, исполнений гитаристов, клавишников и даже балалайочников. Среди артистов были и начинающие исполнители. Иван Слушкин покорил читателей библиотеки композиции собственного сочинения «Вальс воспоминаний». Прекрасным дополнением концерту стала выставка книг об искусстве и музыке. Это мероприятие очень важно и полезно и для участников, так как вырабатывается опыт, отсутствие боязни зрителей. И в целом полезно также и для зрителей, так как воспитывается вкус, музыкальное восприятие, умение слушать. В организации концерта сотрудникам библиотеки помогли воспитанники и педагоги из детской школы искусств номер один. Следующая встреча в рамках литературно-музыкального абонемента состоится в апреле. Далее информация о партнерах программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительные компании приглашают приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер – тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. ДОСТУПНЫЕ КВАРТИРЫ ДОСТУПНЫЕ КВАРТИРЫ ДОСТУПНЫЕ КВАРТИРЫ